В деревне Новая Шальтяма Канажского района открыли оригинальное производство. В сельхозперерабатывающем потребительском киберативе «Мили Лотос» начали выпускать медовый квас и крем-мёд с различными добавками. Запах какой? Попробуйте. Обалдеть. Да, он не сладкий. Есть запах мёда, есть вкус мёда, но при этом не сладкий. Медовый квас варится до 30 часов и каждый раз он получается разным. Технологии разрабатывали сами, сами подбирали сырьём. Квас уже получил сертификат соответствия. Медовая добавка смягчает вкус, делает его более ароматным и насыщенным. Этикетка, как правило, квасные этикетки все выглядят как? Это бородатый, пузатый, добрыня, силач, ещё чего-то. Мы разместили на нашей этикетке девушку-чувашку в национальной одежде. Она стройная, красивая, не замужняя. И она пьёт этот напиток, и она здоровая. И разместили на этикетке, конечно же, наш чувашский национальный узор, коське, потому что это действительно уникальное явление в своём роде во всём мире. И мы, конечно, гордимся нашими символами. Деревня Шальтяна расположена в самом сердце Чувашки. Бескрайние поля, чистый воздух, бутые леса и прохладе Рейский Урюк – вот наши главные богатства. Именно здесь мы производим наш квас. Кроме кваса в этом цеху будут разливать и мёд. Продуктам под брендами «Чувашский мёд» и медовые истории рынки сбыта гарантированы. Здесь под воздействием сжатого воздуха эти банки быстро, быстро, там, 10 атмосфер, просто стухаемой, так называемой. В ассортименте кооператива – мёд липовый, крем-мёд с различными добавками, с черникой, шоколадом, пиргой, клюквой. Для республики очень важно создание производств, работающих на местном сырье. Правительство Чувашской республики, конечно же, будем делать всё, чтобы и дальше поддерживать такого рода направление деятельности, когда сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственная отрасль будет, скажем так, углубляться в производстве продукции. Будем всяческим образом выстроить партнёрские отношения с каждым инициатором такого рода проектов и содействовать их реализации для того, чтобы у нас появлялись и новые рабочие места, и новые продукции. А в итоге мы с вами имеем колоссальный прорыв в сельскохозяйственном производстве. Ну и, конечно же, это говорит о том, что мы просто двигаемся вперёд. Поэтому спасибо вам, Николай Георгиевич, и удачи вам. В Чувашии сейчас почти 3 тысячи пасек и 41 тысяча пчелосемей. Пчеловоды республики производят столько же мёда, сколько в Башкирии и Алтайском крае. В каждой деревне таких производств должны быть. И не одно производство, а может быть даже два, может быть даже три. Но в Чувашской республике 1700, почти 20 деревень, и сразу сделать всё это невозможно. Но за этим будущее всё равно будем идти к этому. Потому что в деревнях ещё рабочая сила сохранилась. И это очень, ну, есть основные ресурсы наши. Это очень важно. Производство создали на средства Гранта Минсельхоза России. 40 миллионов рублей ушли на строительство и пусконаладочные работы. Вложили и собственные средства. Работают здесь 15 местных жителей. Сырьё планируют закупать у местных владельцев пасек. Мы знаем этот мёд, скажем так, уверены в его качестве, потому что мы видим, как он выращивается. Здесь культуры на полях, здесь пацелий, донник. И, конечно же, мы получаем из этих культур очень качественный мёд. И используем его и в создании крем-медов, и в создании кваса. И, надеюсь, с этого года, конечно, мы уже с этого сезона, скажем так, будем, конечно, закупать мёд в большем количестве у сельхозпроизводителей. Четвёртый год Министерство сельского хозяйства России выделяет средства на поддержку кооперативов. В Чувашии такой формой поддержки воспользовались 11 предприятий. С этого года средства поддержки заложены и в республиканском бюджете. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.